У нас сегодня произошло удивительное событие. Я вышла из дома, чтобы взять медикаменты для одного из епископов и передать, чтобы ему дали. Но пока я вышла, проснулся Самуил. И он не знал, что было до этого. Он увидел, что у нас в гостях епископ один и пастор сидит. И он сообразил очень быстро. Он побежал на кухню, взял курочку зажаренную и принес, чтобы их покормили. И когда Гунтар знал, что... Я спрашивала у них, что они хотят кушать или нет, они отказались. То как бы Гунтар говорит, Самуил, а не надо как бы. А сам говорит, нет, Папа, надо Питера покормить. И все. Да, надо епископа, надо пастора, говорит Патерна. И сразу же, вот мой отчадок, он распознал ангелов Божьих в нашем доме, как Авраам однажды сделал. И они с удовольствием покушали. И я так и поняла, что после того, как они кушали курочку с салатиком, то они все-таки были голодные. Они все правду сказали. Поэтому, сыночка, ты Божий мальчик. Ты Божий мальчик. Ты был молодец. Ты просто... Мы учим нашего мальчика, чтобы он всегда жертвовал, чтобы он давал. Я в Киеве буду мальчик. А тут я смотрю, а тут... А Назарейство. Дело в том, что... Это из Назареев, да, было? Да, это из Назареев было. Дело в том, что в Киеве курица, вообще, это очень дорогое удовольствие. Поэтому большинство людей ее часто не едят, но это однажды месяц. Ну да. Вообще раз в три месяца. Поэтому для нас было большое благословение, чтобы покормить наилучшим. Точно, это правда. На Назарейство приходил Абрам, Абрам, Бог Исака. Папа Исака, да? Папа Исака. Да, это как Аврам. Еще тот проповедник растет. А тут Бог здесь насмотрен. Добрый день у тебя в сердце, да? Молодец, мой мальчик.